Выявление на ранних стадиях развития хронических, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и других факторов риска, которые приводят к инвалидности и смерти человека. Это задачи профилактических медицинских осмотров в рамках диспансеризации. Объем обследования зависит от пола и возраста пациента. Как сама диспансеризация носит добровольный характер, так и от каких-то видов обследования тоже пациент может отказаться. Но существуют обязательные виды обследования, особенно для раннего выявления онкологических заболеваний, которые нужно пройти ему обязательно. В мае вступили в силу изменений в порядок прохождения диспансеризации. Граждане старше 40 лет могут проходить медицинские профилактические осмотры ежегодно. Теперь не нужно искать свободное время на работе или писать заявление на административный отпуск для того, чтобы пройти медицинское обследование. Работодатели обязаны оплатить день, проведенный в поликлинике. Для категории предпенсионеров – два дня. Сама диспансеризация проводится бесплатно. Эффективность диспансеризации определяется охватом населения. И нам, конечно, нужно охватить как можно больше населения диспансеризацией этими медосмотрами, чтобы получить какую-то эффективность этой диспансеризации. Поэтому мы, конечно, призываем все население нашего города обязательно прийти в поликлинику по месту прикрепления, кто в первую, кто во вторую, и пройти диспансеризацию. В первой поликлинике большую часть медицинского персонала для проведения диспансеризации разместили на пятом этаже. Это сделано для удобства пациентов, чтобы они как можно меньше времени проводили в ожидании приема специалиста. Для прохождения медицинского обследования можно записаться любым удобным способом. Можно обратиться в регистратуру, и ему сразу скажут кабинет, где проводится у нас диспансеризация. В первой поликлинике это кабинет у нас 519-й, и во второй поликлинике это 307-й кабинет. Можно записаться по телефону, можно записаться на сайте. На первом этапе диспансеризации проводится анкетирование пациента, сбор анализов, измерение антропометрических данных и глазного давления, проведение флюорографического и ЭКГ-обследования, онкоскрининг. Если выявлены факторы риска, то пациент направляется на второй этап к узким специалистам.